Девлетхану Алиханову предъявлено обвинение. Бизнесмена и политика обвиняют в мошенничестве и незаконном пересечении границы. Василий Попов предполагает, что скоро будет задержан силовиками. Телеканал Ника Плюс разыгрывает билеты на самые яркие события в Петрозаводске. Подробности о наших конкурсах. В эфире новости в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. Бизнесмену и политику Девлетхану Алиханову предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Следователи обвиняют депутата Карельского парламента в мошенничестве и незаконном пересечении границы. Алиханов заключен под стражу 4 февраля. Он арестован на два месяца. По словам судьи Александра Меркова, уголовных дел против Алиханова было три. Первое возбуждено 12 ноября прошлого года по факту хищения группой лиц порядка 3 миллионов рублей из городского бюджета путем обмана и злоупотребления доверием. Затем, 30 января текущего года в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту приобретения им права на чужое имущество. Также путем обмана и злоупотребления доверием. Речь идет о петрозаводских помещениях Сбербанка, которыми завладела команда Алиханова. Ущерб от их действий составил около 12 миллионов рублей. Далее, 2 февраля в отношении Алиханова было возбуждено еще одно дело по статье 322 Уголовного кодекса. Причиной стали 10 эпизодов пересечения государственной границы без действительных документов на право въезда и выезда из Российской Федерации. По версии следствия, несколько лет назад подсудимый представлял Карелию в Совете Федерации и имел дипломатический паспорт, по которому продолжал выезжать за рубеж даже после того, как официально сложил себя полномочия сенатора. Уголовные дела в отношении влиятельного бизнесмена возбуждены Следственным комитетом России. Карельские следователи никак не комментируют ход расследования. Сегодня Василий Попов провел пресс-конференцию, на которой, как и ожидалось, прокомментировал недавние аресты Фокина и Алиханова. Лидер «Яблоко» также заявил, что в ближайшее время не исключает собственного задержания, но покидать страну не собирается. Недвижимости за рубежом у него нет. Василий Попов настолько хорошо разбирается в мошенничестве, что может заменить собой судебные органы. На пресс-конференции он не раз подчеркнул, арестовывать Фокина и Алиханова оснований нет. Мошенничество якобы не столь крупное, чтобы бросать за решетку. Так Фокина, по версии Василия Попова, вообще подставил некто по фамилии Белов. «Арбитражный управляющий, который является полноценным управленцем, который когда-то даже работал при Маслякове заместителем мэра по экономике. Для того, чтобы понимать, что это за человек. Этот гражданин говорит, да, вот какая-то сделка, я согласен с тем, что она была неправильная, но я не по своей воле поставил все подписи. Это не я совершил мошенническую сделку, это мне велел сделать Фокин, а я подставное лицо. При этом Василия Попова в этом случае возмущает не сам факт мошенничества. И в результате этого Фокин сидит в СИЗО, Белов, директор предприятия, разгуливает на свободе. Весьма похожую картину Попов нарисовал журналистам и в отношении Алиханова, указав на то, что в деле по мошенничеству фигурирует слишком много неустановленных лиц. А сама сумма ущерба 12 миллионов, по его мнению, недостаточно велика для ареста. В пример привел Сухорукову, ей вменяют 70 миллионов, но она на свободе. А то, что Алиханов ездил в Финляндию незаконно, так мол все так в России делают. Ну вот, захотелось человеку, раз сенатором не было слишком долго, хоть воспользоваться дипломатическим паспортом, но слабость проявил. Эту слабость в России в настоящий момент проявляет сотни людей. Я не буду говорить про всю Россию. Человек, который это делал в Карелии, это не Лидов. Не исключает бизнесмен из собственного ареста. На вскидку предложил три статьи. Вымогательство, превышение должностных полномочий и мошенничество. Марина Кабатюк, Иван Медведев, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Еще три школы закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. Специалисты говорят, что среди школьников уже началась эпидемия. Сейчас закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу пять школ – третья, шестая, десятая, двадцать седьмая и тридцать третья. Детей отправили на вынужденные каникулы. Всего в школах Петрозаводска обучается 25 тысяч детей. Из них на сегодняшний день заболело 4 тысячи человек, что составляет 16% от общего количества школьников. Скорее всего, из-за гриппа будут сокращены каникулы. И в Роспотребнадзоре прогнозируют, что ОРВИ и грипп уйдут через 8-9 недель. Стать таким, как он, мечтали сотни мальчишек. Сегодня в гости курсантам кадетского корпуса приехал известный космонавт Сергей Крикалев. Герой Советского Союза и России, чемпион мира по пилотажу на планерах, рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе. Крикалев рассказал ребятам о себе и своей профессии. Самые интересные фрагменты беседы в материале Марины Кабатюк. Сергей Крикалев приехал в кадетский корпус в сопровождении главы Карелии. Выяснилось, они старые товарищи вместе учились в военмехе, Балтийском техническом университете. Первый полет в космос Сергей Крикалев совершил незадолго после окончания вуза в 88-м году в качестве бортинженера. Вот как раз вот эту секунду ты летишь в невесомости. Вот это ощущение, когда ты прыгаешь с вышки и перестал чувствовать опору этой вышки, еще не ударился об воду, да, вот эта секунда – это невесомость. Но у нас, как только выключаются двигатели ракеты, которые тебя выводят в космос, у тебя, ты начинаешь падать фактически. Но за счет большой скорости набранной, мы, вот эта невесомость продолжается, это падение продолжается, оно продолжается уже не секунды, оно продолжается сначала минуты, потом часы, потом недели, потом месяцы и так далее. Сергей Крикалев носит громкий титул «Рекордсмен Земли». Его имя вписано в книгу рекордов Гиннеса за самое долгое пребывание в космосе – 803 дня. Вообще, в его космической биографии очень многое сопровождается словом «впервые». Сергей Крикалев был первым российским космонавтом, совершившим полет на американском космическом челноке. Он был членом первого экипажа Международной космической станции и первым состыковал российские модули МКС. Он также стал первым героем России и последним гражданином СССР. Времена 1991-1992 года, как раз распад Советского Союза, путь, вот это все время я был на борту, и к второй половине моего полета, когда уже полет пошел, до конца полета оставалось уже меньше, чем я отлетал, меня попросили остаться еще на одну экспедицию, и фактически получилось, что я две экспедиции отработал в одном полете. Улетев из СССР, космонавт вернулся в новое государство и получил звезду Героя России под номером один. Сейчас Сергей Крикалев руководит научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов. На вопрос кадетов, а что нужно, чтобы полететь в космос, ответил, для начала хорошо учиться. Без высшего образования, оказывается, в космонавты не берут. Марина Кабатюк, Иван Медведев, телеканал НЕКО+. Фирменные шапочки «Лыжня России» уже закончились, но на старте ждут всех, независимо от вида головного убора. В это воскресенье, 8 февраля, Карелия вновь присоединится к всероссийской лыжной гонке. В Петрозаводске гонка пройдет на территории спортивного комплекса «Курган». Самым массовым станет любительский забег, который начнется в 11.30. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста предусмотрена дистанция 500 метров. Спортсмены, женщины и мужчины преодолеют дистанции в 5 и 10 километров соответственно. Традиционные шапочки с символикой всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» в Петрозаводске уже закончились. Они были выданы первым полутора тысячам человек. Остальные пришедшие в Карелию шапочки отправлены в районы. Но организаторы надеются, что и без фирменной символики горожане выйдут на старт. Творческий проект музея ИЗО «Арт-четверг» празднует первый в своей жизни юбилей – год со дня появления на свет. За это время десятки юных и взрослых петрозаводчан приобщились к искусству и творчеству под руководством лучших художников республики. Проект «Арт-четверг» появился на свет ровно год назад. Посетители вечерней творческой студии получили возможность разбавить серые будни яркими красками искусства. По четвергам в музее ИЗО проходят мастер-классы известных художников – экскурсии, презентации и концерты. Задумка была такая, что это будет творческая студия не только для тех людей, которые уже умеют что-то делать, художников, а именно те люди, которые создают для души какие-то произведения, и дать им возможность попробовать в разных техниках поработать с разными художниками, прийти, расслабиться, ни о чем не думать и заниматься исключительно творчеством. Как признались участники мастер-классов, проект уже давно стал для них своеобразной арт-терапией, которая помогает бороться со скукой, стрессом и экономическим кризисом. Мастер-классы проходят в музее каждый четверг в 18 часов. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В Петрозаводске начался показ, возможно, самого нашумевшего российского фильма «Левиафан». Телеканал «Ника плюс» совместно с кинотеатром «Премьер» разыграли два билета в кино. Конкурс состоялся в официальной группе нашего телеканала ВКонтакте. Сообщество «Ника плюс новости» не просто лента новостей. У нас все самое интересное из случившегося за день. Главные новости республики и работа съемочных групп за кадром. А еще мы постоянно проводим розыгрыши. Два билета на нашумевшую ленту «Левиафан» Андрея Звягинцева получают участница нашего сообщества Александра Родионова. У нас всегда есть билеты на самые интересные события Петрозаводска. И если вы состоите в группе «Ника плюс новости», то у вас всегда есть шанс их выиграть. И мы объявляем новый конкурс в нашем сообществе ВКонтакте «Ника плюс новости». Мы разыгрываем билет на концерт Юлии Савичевой, который состоится совсем скоро, 11 февраля. Когда в 2009 году имя Юлии Савичевой появилось на афишах музыкального фестиваля «Воздух», многие не поверили и восприняли это как шутку. Однако с первых минут нахождения на сцене Юлия убедила всех, что талант у нее настоящий, а исполнение эмоциональное и очень живое. И освещай твои глаза, если все случилось любовь. Уже тогда она пообещала вернуться в Петрозаводск с сольным концертом. В 2012-м Юля представила жителям нашего города программу «Сердцебиение». В зале ДК «Машиностроитель», где проходил концерт, был «Перианшлаг». Уже в следующую среду, 11 февраля, Юлия Савичева в Петрозаводске с программой «Лучших песен на бис». Билеты еще есть в продаже, но их осталось совсем немного. Спешите. Это были новости. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч и приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова